всех приветствую на своем канале это обзор затянувшийся серии моей коллекции чая на данный момент это у луны и это в принципе все что осталось на данный момент именно из моей коллекции чая не с того что мне допустим пришло от насти там немножко какой-то ул я его еще не открывала и соответственно не смотрела в общем конечно кое-что выпилась там уже и даже что-то у меня умудрились купить но начну обзор с того что осталось конечно это в первую очередь лун гуанин и тут у меня есть пакетики немножко еще оставшегося от дури я уже не помню в какой упаковочке был даже не поверите есть и молочный улун от дури а этот улун вот так в таких пакетиках у меня было штучек 10 по 15 грамм каждый я его возможно даже сейчас скрою покажу вам покупала я его два раза это весеннего сбора я не помню продавца но покупала я такой на ли он очень крутой он очень классный он конечно стоил тоже очень дорого и пожалуй я начну небольшой дискурс я конечно ленивая надо было возможно почитать и вспомнить о каждом чая я сначала захотела просто перечислить все что у меня есть но вроде как-то это было бы немножко как-то аляписто да и даже не уважительно относительно самого чая раз уж я исповедую теизм местами в общем гуанин в переводе с китайского это железная богиня милосердия если по очень такой скутцей легенде в общем можно сказать скомканной такой легенде я вам сейчас скажу допустим ходящий по инету был такой монах имени я его не помню я подозреваю имя уже много раз перевиралась а выращивал чай и каждый раз приносил этот чай в подношение богине милосердия гуанинь и однажды ему приснился сон где он поднимается на гору а там растет крутое такое дерево он пошел на следующий день поднялся на гору увидел это дерево понял что это то самое дерево и что это чайное дерево и обозвал его именно гуанинь в честь железной богини милосердия улун этот из провинции фузиань у езда анси обычно самым крутым обычно считается улун анси но конечно он бывает очень много видов и разных категорий и соответственно цена чем выше категория соответственно тем выше цена чем круче завар и тем крупнее круче скрученные листики ну и соответственно если есть черенки хоть это считается что черенками такой крутой когда черенки торчат но я считаю что это черенки это не особо и соответственно он стоит намного дешевле улун можно купить гринфилдовский он в принципе неплохой такой средний между череночным и высшей категорией в общем времен правления династии тан это 7 9 век его выращивали монахи в китае это полуферментированный чай это среднее между зеленым посередине и черным в россии называют это черным в китае же это между зеленым и красным этот чай называют синий зеленым либо бирюзовым бирюзовый улун можно еще даже такое название встретить каких-нибудь магазинах так ну и еще как бы сказать там кто-то у меня спрашивал можно ли зеленого чая похудеть одна моя подруга действительно зеленого чая похудела поэтому я решила это обозвать по легенде как действует улунный организм потому что в принципе как я тут комментариях узнала на кого-то зеленый чай действует как понижает давление на меня же зеленый чай действует совершенно по-другому поэтому будем считать так что по легенде улун оказывает омолаживающий действия на организм не знаю нет больше чем есть не омолаживалась конечно будут комментарии сразу что мне там это я выгляжу на 60 лет или еще больше на самом деле мне 1978 лет если вы не в это не верите то это ваши проблемы так нормализует давление кстати действительно нормализует снижает зажает в общем разжижает можно сказать даже так кровь потом укрепляет стенки сосудов кровеносных ну и еще допустим если вы переели и завалили улунчик то очень хорошо себя почувствуете я в принципе иногда заменяю улунчик мята если улунчик а закончился или наоборот лень его доставать но у нас сейчас разговор именно про улун ну соответственно содержит много витаминов и микроэлементов выводит токсины сжигает жир но его часто используют диетах соответственно конечно вот именно наверное что сжигает жир или что-то в этом роде но допустим у вас тяжесть желудки или вы там действительно пришли с какой-нибудь семейного ужина где сидите и за столом и идите долго 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 то потом улун очень хорошо этот попить гуанинку сейчас я попробую все-таки вскрыть это чудо хотя наверное без ножниц тут не обойтись хотя нету тут что-то есть в общем я перед вами скрывают упаковочку и вот таких вот меня товарищ один покупал чаю ну может недели две назад я особо правда не поняла хотел он чай купить или на меня в реале посмотреть и вот ему попался гуанин вот в похожем пакетике про этот я расскажу чуть позже одну в доре и покупала но но он в общем был россыпью и такой товарищ мне сказал ой надо же чай подсох он даже не он сильно так понтовался но он видимо даже не в курсе было ли его гугли яндекс и вообще все поисковики мира забанили что он как-то подсохнуть не может но это как-то вообще профанство такое в чистом виде в общем вот есть вот такие допустим чайчики и они вот так вот тут вот такой пакетик внутри еще такой прозрачный пакетик на самом деле он слегка так запаянный можно при желании вот раскрыть тут хватит ну где-то на три-четыре заварки смысле три раза засыпать три или четыре раза засыпать заварочный чайник вот такой он есть еще светлее такую де реально даже по цвету такой ярко зеленый в общем он считается что 18 месяцев он живет после этого теряет свои свойства но 18 месяцев этому еще не стукнуло и вряд ли он доживет чтобы узнать теряет ли он свои свойства после 18 месяцев возможно даже я его ближайшие дни заварю это уже последний у меня чайчик так у меня есть такое то я покупала у какой-то русской китайки я даже не помню как магазин назывался на этом наборе тоже гуанин не тут разновидности гуанин я не знаю вот фокусируется у меня камера или нет я поставила режим вообще аттракцион или что-то такого в общем какой-то у меня странный режим стоит сейчас ну что на еду он у меня несколько не сработал да у меня вот тут все тот же мой лак на ногтях это кстати аленкина аленка если смотришь меня вдруг то привет тебе и спасибо за классный лак это вот с последнего нашей встречи этот лак у меня на ногтях и женька мне вчера красила в общем вот такой я его еще не вскрывала и я не буду его перед вами вскрывать но если вам интересно и вдруг захотите его увидеть то вы напишите в кармин то я если буду допустим его заваривать то при вас специально за вас постараюсь его заснять для в обзорчике так у меня тут есть остатки было роскошь и молочный улун молочный улун на самом деле это тот же самый гуанинь который традиции или куст опрыскивают сахарным тростником тростником разведенным это вот или сливками опрыскивают в чаще всего в россии и даже в китае можно встретить химическим ароматизатором аромат сливок это у меня третья лампочка включилась она живет своей жене также как моё давление на потолке и она то гаснет то слона вам включается с чем это связанное вообще без понятия поэтому возможно на видео отразился свет слегка в общем пахнет он такой сладенькой возможно даже карамелькой по вкусу он такой тоже молочно карамельный и вот такой он конечно тоже бывают разных видов и если я ничего не перепутала его где-то в начале прошлого века стали вот только ну в основном культивировать на вот тут у меня молочный улун с дори бумажка чтобы я не забыла раньше его очень любила он мне очень нравился я его пила так сказать запоями но потом меня как-то попустила и даже воротила от него я и тот который у меня был я в основном весь раздорил вот у меня совсем чуть-чуть осталось я даже забыла что у меня остался так у меня тут есть метровский вот такой с камушками этот улуным женщиням когда его первый раз не подарил кто-то вообще я увидела я даже не поняла что это такое как он может распускаться там посмотрела в интернете а он действительно принципе сначала идет вот такими вот камушками да думаю видно а потом в чайнике он действительно раскрывается я сейчас хочу сказать сразу заранее что вот допустим хоть и написано что 85 80 85 градусов заваривать этот чай люди я пробовала 85 градусов заваривать он просто не настаивается они распускаются эти листочки вы как хотите но я заливаю вот только что скипевшим ну допустим может минуту как скипел чайник я заливаю улун и вполне нормально он заваривается выдерживает довольно много заварок ну если в чашке то я подливаю 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 как-то даже не замечаю может принципе до пяти семи заварок выдерживать и тот и другой вообще весь этот улун и вот тут у меня улун женщиням он конечно бодрит и он на любителя мне это пришел как-то в подарок саре даже не поняла за что хотя мне там какие-то бонусы как-то были какую-то игрушку дурацкую купила в подарок там практически может какие-то копейки заплатил вот такой пакетик 250 грамм сейчас возможно уже меньше возможно я его кому-то и девчонок пошлю в поменяшках но на самом деле у меня случилось одна еще я хоть я уже отказала дум девочкам и я не знаю будут ли они смотреть это видео вот эти камушки такие но получилось так что с одной мы просто договорились на после двенадцатого на обмен и именно что не косметические а чай и кое-что такое интересное что может оставить память именно косметических поменял как у меня сейчас не будет принципе у меня нет не на что меняться и мне как-то не знаю ничего такого вроде особо и не хочется так в общем у меня есть это я смешивала сама я не знаю существует ли в такой в природе у меня были куплены как-то на чбн то есть магазин сайт да вот тут как раз вот бумажка цветы японской сливы и я которые называются в китае то хуа и я их смешала с гуанинем ну и соответственно тау хуа гуанин вот так вот он выглядит я его завариваю он немножко такой грубоватый на вкус благодаря этим цветам получается тауха в чистом виде у меня уже нет но я их просто заваривала отдельно и не поняла юмора когда их смешивала с каким-то чаем то вроде как-то было прикольно и они в основном идут как чайная добавка поэтому я заранее смешала но они вроде как считается что они успокаивают там еще что-то делают но я на одной девчонке делал эксперимент чайный на сплашу действительно не успокаивает но это опять же особенности организма возможно кого-то она не будет успокаивать эту баночку тоже специально покупала как чайную баночку то ли в центре китайского долголетия в ярославле то ли на чб я уже точно не помню так еще бывает конечно лун с розой очень мой любимый лун но на данный момент у меня его нет он давно закончился конечно можно купить просто гуанин это также гуанин с розой можно купить гуанин и смешать его допустим с бутончиками роз персиковый лун какой-то улун еще нет но и улун сам по себе гуанин он отдает цветами такой немножко такой весенний сбор вообще очень классный осенний он считается самым элитным потому что он 15 процентов от всего сбора идет весенний это половина то бишь 50 процентов здесь у меня в пакетике кормоза улун коробочка у меня лежит где-то и в коробочке возможно лежит или лаванда или еще кто-то я точно уже не помню просто меня на тот момент не было тары куда это складывать мои сборы травяные я просто достал этот пакетик и освободила коробочку это тяньваньсин носки что в принципе вот тут ну не знаю может ловит ли моя камера но вот правда к верх ногами получил это да вот он тяньваньсинь это китайская фирма которая поставляет чаи в снг и россии в общем очень хорошая фирма и соответственно чай тоже крутой как он допустим не приводила одна моя знакомая с китая когда она там путешествовала и он ничем не отличается от магазинов китая или купленного тут где-нибудь вот такие правда это фит фильтр пакеты он черный дракон конечно первый раз когда его попробовала около 10 лет назад мне показалось что-то сено как купить я вообще не понимала зачем я его купила тоже не знал на развес магазине чайном у нас в угляча но он хорошо считается что он хорошо для похудения раковые клетки якобы убивают не знаю убивают или нет и я за ним не следила со свечкой в общем он тоже хорошо когда вот вы переели у меня он был россыпь я просто тут увидела как-то магазине у нас в одном иногда приводит такие прикольные чаи причем магазин полу сетевой исключительно мне кажется углический афанасии вот там иногда бывает что такое элитное крутое я купила оказалось она в фильтрованных пакетиках но тоже в принципе ничего такой хорошую заварку дает а это вот я посылала насти в поменяшки зарецкой если ты сможешь меня привет тебе и надеюсь он тебе понравился и такой у меня чай один пакетик покупал товарищ который верует что улун усыхает я сейчас его при вас вскрою в общем просто чтобы вы поняли разницу сейчас я кстати скажу кто это у нас такой это тоже это улун но раз видео посвящено улу нам но это не гуанинь это немножко другое но тоже родственник гуанинь это джанг пинг шуй ксиан джанг джанг пинг шуй ксиан чай я его покупала кажется удоре он очень дорогой но тогда была на него какая-то скидка мне очень хотелось потому что мне был пришел как-то пробник похожего и я его купила вот мы снимаем этот пакетик тут у нас еще пакетик завернуты да и вот этот пакетик мы снимаем и он по завертке похож вот так же по упаковке похож на джику который у меня закончился зеленый дикий зеленый китайский чай джигу и его тоже тянь вань синь выпускает по моему россию пускай только тянь вань синь и вот так же он был запокон в такую рисовую бумажку и вот у нас он мы развертываем его у меня сейчас скоро закончится запись и вот здесь вот вот именно вот такой квадратик его хватает на три-четыре заварки в общем у меня уже запись заканчивается извините что в этот раз мало легенд чая или еще как то так у меня тут на возвышении кстати это все стоит но я надеюсь вам было интересно и вот я сейчас попробую еще кстати вот у меня тут в этом бочонке у меня еще тут небольшой запасик этого чая чем вот такой обзор надеюсь обезьянки никого не смутили если вы досмотрели до конца то я очень рада ну и до новых встреч пока